здравствуйте друзья доброе утро понедельник у нас я на работу и думаю о мире новостей думаю о том что вот еще три недели и будет розыгрыш гринкарт лотереи начинают приходить какие-то письма вот от напуганных людей вконтакте пишут и там в комментариях к видео иногда пишут больше в соцсетях что вот где-то я прочитал даже ссылку могут дать что вот не будет розыгрыша гринкарт лотереи или что вот там чего-то снова отменят или запретят или исключат там победителей из какой-нибудь неблагоприятные страны которая там может быть чем-то как-то засветилась там и так далее так далее то есть какой-то весь набор страхов которые мы наблюдаем в течение года там полугода там особенно периода заполнения знаете там всяких этих форм и вот все эти значит страхи они откуда-то снова выливаются я думаю что это такой естественный естественный процесс привлечения внимания что ли вот мы когда жили но в ссср допустим я не хочу сказать что там новости и газеты были чисто коммерческим предприятием то есть скорее наоборот это было идеологическое но тем не менее чтобы набраться какой-то идеологии сознание надо было заплатить 4 копейки и купить там газету какую-нибудь или даже 3 может быть вот надо было потратиться на телевизор но как-то это было связано с каким-то расходом вот а в сша сами представляют понимаете тут подороже все мы когда только приехали сюда там но почти 30 лет назад и вот начинаешь работу искать нужна газета тогда интернета не было нужно газета газета ну тут основная такая для поиска работы была сан сансы хосей mercury news еще есть сам francisco кроникал но вот поскольку мы люди такие технологические то мы вот на санозе mercury news и так она стоит 25 центов но там ничего нету потому что сам с объявлениями на работу там плоховато в будние дни а вот когда выходные так вот издание которое на выходные доллар 25 вот переплачет доллар 25 и набираешься информации сейчас такое знаете время стало что как бы все бесплатно то есть денег платить не надо но надо чем-то другим рассчитываться вот рассчитываешься тем что тебе впихивают какую-то рекламу какую-то информацию какую-то дрянь тебе на голову выливают они еще правда передают перепродают твои данные когда ты регистрируешься там и так далее они используют имейл который ты где-то там оставил там не знаю вот я брал какой-то тест бесплатный хороший тест там по всяким пищевым там делом а теперь у меня каждый день там учить приходит поэтому имейлу конечно можно отписаться конечно можно его там как спам фолдер отправить тебя просто к чему говорю что тем не менее они вот используют для этого а можно еще перепродать для такой таргетированной рекламы все известно что человек интересуется скажем здоровьем да уже сразу там можно отправить куда-то когда только вот начались интернетовские дела за email давали доллар вот я работал в одной из первых интернет-компаний я туда пришел в начале девяносто шестого года broad vision называлась и тогда много интересного интересного такого возникал давали доллар там у тебя есть 10 тысяч там зарегистрировавшихся пользователей там можно было много раз продать по 10 тысяч а тем кто хотел что-нибудь им там отправить рекламу какую и вот получается такая вещь что если ты хочешь как-то чтоб труд твой окупался да тебе нужно чтобы люди приходили на твою страничку на что-то там кликали 5 вот подпотребляли бы вот этот вот животворящий денежный поток в виде рекламы для того чтобы люди на что-то кликали вообще читали вообще заходили на твой коммерческий так сказать стремящийся к животворению поток надо чтобы новости были погаными на хорошую новость никто почитать не пойдет читают когда страшно когда ужас какой-то когда что-то отменяют когда война когда какая-то гадость и вот они начинают эту гадость из пальца высасывать потому что столько гадости чтобы знаете целыми днями только об этом и писать нету ну ну правда нету мир намного лучше чем вот у них там в средствах массовой информации и вот они высасывают из пальцев там где есть гадость они напишут там где гадость когда-то было давно они ее может быть они о ней вспомнят ну уж не хватало текущей гадости они какую-то старую вспомнят они спекулируют о будущих гадостях которые могут случиться могут не случиться потом кто-то чего-то сказал что вот я опасаюсь какой-то гадости тут же все начинают перья перья значит постить что вот мол гадость а вот так беспокоиться и пошла такая волна очередной гадости а а то и просто вот то что называется fake news да вот эти вот сфабрикованные даже даже не нужно ничего сочиняешь какой-то дрянь и все и сам на нее ссылаешься такие же как ты на нее ссылаются и вот уже пошло пошло все только об этом говорят и статистика недавно я читал опубликована была что если новость фейковая то вероятность того что на нее кликнут или там перепостят перепост перепост фейковой новости вероятность на 70 процентов больше поэтому какой смысл заниматься реальными новостями когда перепост фейковой новости на 70 процентов более эффективный это над каким лузером быть чтобы просто что-то такое реально рапортовать уже факты перестали иметь какое-то значение факты делаются факты также создаются как там виртуальная реальность или там в кино в кино так далее и вот да я как человек который тоже прямо или косвенно участвую как блогер в этой сезонности green card лотерея у нас два сезона до 1 сезон это октябрь месяц когда все подают заявки а вторая сезонность это вот через три недели когда будут разыгрывать кстати знаете что вот одна из таких новостей которую мне тут написали состояла в том что те кто в октябре подавал второй раз а там вы помните что произошло да то есть там подавали один раз потом сказали знаете что что-то у нас там не получилось мы эту базу данных ликвидируем и начинаем все заново поэтому сдвинулась на пару недель поэтому мы сейчас ждем 15 мая они первого все сдвинулось так вот и вот эта новость была в том что те кто подавал второй раз им какие-то гонения и в общем что надеяться не нужно а надеяться нужно только тем кто подавал первый то есть по степени идиотизма трудно даже представить себе что-то не то что там превышающие но даже рядом встать сложно но тем не менее вот чек напугался вот я я не уверен что это коммерческий так сказать обусловленный продукт может быть там просто нет в соцсетях там на форумах кто-то слышал звон не знает где он обычно люди которые там пишут что-то как правило звон даже и звона не слышали а слышали такой отголосок какого-то звона вот и мне очень нравится новость про вулкан который там в национальном парке значит и в американском естественно и что вот я я наверное лет пять я могу сказать что я наблюдаю за этим вулканом в смысле вулкан в порядке но новости вокруг вулкана и вот постоянно приходит что вот он сейчас из верхницы и кранты соединенным штатам вот и вот эта надежда вот эта мечта о том что кому-то кранты но не кому-то вот именно соединенным штатам она настолько согревает и настолько привлекательно и настолько много есть мозгов еще девственных как бы в которые попадает что вот как бы не грех так сказать и помуссировать лишний раз поэтому ждем ждем 15 мая и я конечно каждый раз когда наступает тираж лотерея green card у меня несколько даже видео есть на этот счет и там последний раз я там написал что вот не выиграл в лотерею там green card собираемся в дорогу то есть но уже понятно что ждать милости от природы ты не можешь до природа тебя не выбрала в этом списке значит давай уже давай уже собираться смотреть какие есть другие пути и вперед потому что при всем удобстве безусловном удобстве green card лотереи выигрыша в green card лотерея если у тебя действительно есть иммиграционные намерения и надо валить то уже ну так уже вали ну что ж ты ждешь то что кто-то тебе на блюдечке принесет есть другие пути тоже и вот каждый раз когда этот розыгрыш я я каждый раз возвращаюсь к идее о том что надо не не грустить что не прошло а надо радоваться что ты получаешь очередной толчок и вместо что просчитывать на какую-то лотерею ты начинаешь делать то где ты сам контролируешь то что происходит надо самому контролировать еще раз очень удобно когда кто-то за тебя сделал там значит безусловно есть люди которые или уедут по лотереи или не уедут никак это это тоже правда то есть такие люди тоже есть и и в общем то как сказать их тоже можно понять я в данном случае говорю о тех кто мог бы и и там еще пятью разными способами но даже одним даже одним но он не пользуется этим одним а он вместо этого ждет лотереи соответственно ему язык даже не нужен правда зачем лотерейщику английский кто-то приехал грин карта есть там уже туда-сюда же можно же и англии там на месте подхватим там сити калыч пойдем а то это вот приехал на волкер стал и ходи себе учи английский там вот лотерея это да ну в общем ждем в этом году такой был я бы сказал драматизм вокруг этого всего да вы помните тут совсем мало времени прошло когда пыталась администрация отменить линкарт лотерею но если бы она это делала так как-то индивидуальным каким-то решением законопроектом да то может быть у них были получилось но поскольку они это все загрузили такой большой пакет кто там у них и и не пошло то есть как бы пакет оказался такой неработающий я вспоминаю в ссср я вот не знаю кто из вас друзья сталкивался в силу возрастных ограничений кто из вас сталкивался с торговлей в нагрузку официальное название торговли в нагрузку было торговля в принудительном ассортименте вот а в народе назывались нагрузкой вот допустим продают чай индийский со слоном и очень был такой желанный продукт тем более в москве вот я жил там всегда много приезжих было и вот у них что-то там есть чай завезли а там допустим я не знаю крупа какая-нибудь манная которая там стоит мишка в пакетах не уходит вот они говорят там берешь пачку чая там пачку пакет крупы ну это же крупа чё крупа она в конце концов жить не то что выкинуть но крупу можно съесть в принципе ну и вот люди значит берутся там стоит очередь вот периодически писали в газете что ты если такое происходит ты имеешь право потребовать чтобы тебе продали отдельно чай я однажды кстати потребовал меня мурыжили полчаса но продали это было очень смешно но тем не менее вот это вот торговля в нагрузку и были такие пакеты знаете комплексы такие в нагрузку где в общем то ничего такого нагрузочного и не было то все было хорошим скажем если это был килограмм сахара например так чего же все равно мы сахар покупаем неизбежно нормально сахар там я работал на в днх выставка достижений народного хозяйства как она сейчас называется не знаю честно там вычлительном центре и на территории в днх был такой это называлось стол заказов для сотрудников такая избушка была и там без надписи без ничего но вот заходишь и там был стол заказов и там тебе прямо на месте вот формировали вот этот вот принудительный ассортимент но принудительный ассортимент был весь хороший я вот помню когда нужно было там купить подарок или там что такое вот это нашел и все что было в принудительном было вполне ничего то есть так работало не было ощущения что тебя поимели как следует а вот в данном случае реформа иммиграционная она проходила в таком принудительном ассортименте то есть вот с нагрузкой и вот там слишком слишком много нагрузки было к положительному товару положительным товаром в данном случае представала легализация там молодых людей которые родители в несовершенном летнем возрасте привели в сша и вот это вот есть основной продукт а вот к нему значит там нагрузка и вот нагрузили нагрузили а за это нам забор за это нам отмена гринкарт лотереи за это нам сокращение вдвое легальные миграции но уж очень очень перегрузили и не получилось ничего вот так что мы несколько месяцев переживали это было примерно так с августа сентября прошлого года до где-нибудь февраля когда стало понятно что все провалилось ничего них не получится февраль-март вот так то есть полгода все это так спекулятивно крутилась и могу с гордостью сказать друзья что наш канал был не только первым но по вообще единственным где много внимания уделялось этой тематике и где мы провозгласили что лотерея состоится розыгрыш состоится и прием документов на следующую лотерею состоится в октябре месяце то есть когда стало понятно что реформа не проходит значит стало понятно что все остается как было я торжественно объявил от лица оттуда прям сюда вот объявил что все остается в силе поэтому мы и сейчас не надо меня благодарить я не надо благодарить конечно мы все мы все к этому шли мы все старались мы все переживали и ждем ждем оставшиеся три недельки значит если вас будут бомбардировать негативными негативными новостями а бомбардировать людей позитивными смысла нет то что никто не кликнет и читать не станет чё там новости обычно такие такие дерьмо новости они как правило такие делаются именно в негативном ключе чтобы вы только голову поставить себе бах туда дерьмо и ты вот такой вот и вот и ходишь уже все это переживаешь пишешь сообщение и говоришь а правда ли что все дерьмо правда если будешь голову подставлять уже место ни для чего больше не останется так что друзья спасибо что вы припали к чистому роднику информационному виде нашего канала мы не подкачаем сегодня возможно я поеду на дилершип мерседесовский так такое ощущение что будет время у меня вот и мы с женщиной леной которая там замечательно совершенно продает автомобили поговорим о жизни в таком полезном бизнесе как продажи автомобилей тем более mercedes вся жизни поговорим вот если не сегодня то наверное завтра то есть у нас еще не не договорено но мы в процессе обсуждения и вот наверное и все так место то есть под солнцем есть место под солнцем вот паркуемся 10 часов 1 минута это критический момент друзья то что в 10 у нас начинаются занятия в школе опана портнов компьютер скул поэтому так может еще опоздавшие какие там или что так что место вот 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 есть а еще 10 минут может не быть придется в дальнем углу парковаться все мы прощаемся и до новых встреч